Да, я, собственно, вынес это слово в название презентации. На самом деле, все название — это, честно, тырино с названием одной книжки, которую я рекомендую, если вас интересуют эти темы. В ней очень хорошо раскрывается разница менталитета москвичей и питерцев. Довольно забавно написано. Мой доклад немножко будет в другом формате. Я не буду рассказывать про свой путь в IT. Наверное, так. Я начинал с X-Spectrum и так далее. Ну, как и все, получается. Рассказывать о Питере — такая, может быть, немножко неблагодарная в данный момент тема, потому что на прошлой нашей конференции Дима Татти рассказывал очень много про Питер. Саша рассказывала уже, да, она немножечко даже заспойлерила. Но мой рассказ сегодняшний чуть-чуть совсем. Поэтому я решил поделить на две части. Сначала давайте закроем тему, что можно еще рассказать про Петербург. Я бы хотел рассказать несколько таких не совсем туристических мест, не совсем известных, не набравших тренд, которые, возможно, вы захотите увидеть, если вы будете в Питере. И, конечно же, вот этот лингвистический аспект, потому что, когда я приехал в Минск… О, он из Питера. Спросите его про Поребрик как раз. О, Господи, сколько же можно. Я хотел бы несколько мифов разбить по этому поводу. А во второй части презентации я бы рассказал о бизнес-трипах, поскольку я считаю, что это первая производная трилокация, это переезд на три переезда, по большому счету. И там, получается, в любом бизнес-трипе мы встречаем новых людей, мы как-то адаптируемся к этой обстановке. И, мне кажется, это может быть интересным опытом. Что такое неизвестные туристические аттракции в Питере? Не знаю, может быть, отсвечивают, так может быть, не очень хорошо видно. Да, Ока Саурона Газпром почти достроил, и на него стоит посмотреть. Это не кадр из фильма, это реальная фоточка. И на фоне вот этого Мордора прекрасное здание Газпром-сити. В принципе, достаточно подойти километров на 10-15, чтобы его увидеть. И вот, собственно, о том, о чем Саша говорила. Крыша Петербурга. Это довольно новый вид экскурсий. Вы можете нагуглить их где угодно, их там миллион видов. Вы получаете что-то примерно вот такого вида. У вас либо с рассветом, либо с закатом заводят на крышу, и вы смотрите на всякие прелести, в том числе и на салюты. Ну и, наверное, тот вид досуга, который часто встречается, это духовное единение с персонажами вот этого произведения. Думаю, да, все узнали их. Ну, по поводу... Да, но меня здрав предупреждает, поэтому не стоит злоупотреблять. Едем дальше с нашими лингвистическими противоборствами. Поребрик и бордюр. Как правильно это в итоге? Какие версии? Вот, вот. На самом деле это абсолютно разные вещи. Поребрик и бордюр. Когда у вас что-то огорожено, и там травка или тротуар ниже находится, это поребрик. Когда встык идет, это бордюр. Вот, поэтому это и другое правильное. А парадный подъезд? На самом деле все, к чему подъезжает, это подъезд. Вообще все, подъезд. А парадный подъезд. То есть, грубо говоря, та часть Зимнего дворца, куда подъезжает карета и выгружает Екатерина Великую, это парадная. А туда, куда подъезжает карета и выгружает дрова, это подъезд. Это просто подъезд. Поэтому, в принципе, это тоже получаются разные вещи и не более, чем такой холивар. А вот третье, это настоящий холивар. Да. Благое? А цена? Ну, вот это странно. По идее, московская форма должна быть дороже. Ну, опять мы в профите, я бы сказал. Ну, срыв покровов состоит в том, что я считаю, что исконно русское произношение шаверма. А объективной истины нет. И так издрели повелось. Ну, и, наверное, мое любимое, это вот это. Кура с гречей. И, вы знаете, вот здесь, в К3В, в столовой, мне удалось несколько раз поломать тех, кто раздает еду, когда я попросил кура с гречей. Ну, а с точки зрения других лингвистических изысков, это некие слова, которые для меня встречались впервые, когда я приехал в Минск. Ну, например, так, здесь же мало кто из Минска. Кто до переезда в Минск слышал слово шуфлядка? Так, один. Так вот, это на самом деле обновленное русское слово. Оно есть во всех русских словарях. Да. Но, тем не менее, да. Да. Это... Не как эвфемизм, да? Вот так сразу, да. Да, да. Ну, я думаю, что вот эту тему можно продолжать бесконечно. Это и жировка, и собойка, которые, собственно, не знаю, в моей жизни появились эти слова только здесь. Хорошо. Ну, давайте тогда вот эту тему пока мы закроем и перейдем к нашим бизнес-трипам, переездам внутри переездов. Я бы хотел рассказать в сравнении, в контрасте, может быть, о двух местах. Первое — это Salt Lake City, штат Юта, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Почему? Потому что это, мне кажется, вертикальная и горизонтальная Америка. Я думаю, из картинки понятно, почему. Одна вертикальная, другая горизонтальная. И действительно очень много различий. И сейчас я постараюсь некие характерные особенности рассказать. Начнем с Salt Lake City. Вот эта вот дорога, которая идет туда, в горизонт, это центральная дорога, вокруг которой строятся деревни. Они вот туда вот идут, идут. И там, на самом деле, довольно много народу живет. Но они все рассредоточены. Это типично одноэтажная Америка. Что еще рассказать про юту? Ну, Мормоны, да, Рома. Правильно сказал, там главный храм их находится. Самый большой процент белого населения среди всех штатов. И самое большое количество оружия на руках. Не знаю, связаны эти факты или нет. Но, по крайней мере, кастомеры нас тут же, при первой возможности, повели в тир пострелять из боевого оружия. Ну, было прикольно пострелять из автомата, конечно. Что еще интересного можно рассказать про юту? Не так давно там была Олимпиада. И, видимо, осталось много спортивного инвентаря, который они используют весьма творчески. Ну, и еще одна зарисовочка для создания полной картины. Эта фотография сделана в Капитолии штата Юта. Ну, что-то типа здания конгресса, я не знаю, что-то такого. Сенатор. Это комната сенатора, а это вот юнисекс рест-рум. Я было подумал, это же американская демократия в действии. Никто из власть продержащих не имеет никаких преференций. Места расположения выбираются не то, что раз ты сенатор, значит, ты сидишь в хорошем месте. Нет. А потом я подумал, а может быть, это они так к сенатору свои отношения выражают, посадив его рядом даже не с Сэммэжо, а вообще с непонятно каким туалетом. Ну, тем не менее. Это рабочий кабинет сенатора, да. И рядом вот, собственно, демократия в действии. Ну, и давайте теперь перейдем к Нью-Йорку. Эту фоточку я не мог сюда не вставить. Ну, во-первых, это нам показывает вот эту вертикальную Америку. И да, когда внизу идешь, там GPS, конечно, жестко бесится, потому что он спутников не видит в принципе между небоскребами. А вторая причина, почему я ее вставил, потому что мне очень напомнило это вот эту картинку. И в целом, наверное, это отражает ритм жизни Нью-Йорка. И ритм жизни людей, и отличие ритма жизни людей в Нью-Йорке от Юты. То есть, если в Юте, мне кажется, там все настолько медленно и спокойно размеренно, что даже у кастомера в офисе мухи медленно летали, особо никуда не торопясь. В Нью-Йорке, да, конечно, все бегут. И первый шок был, это когда я встал на перекрестке, чтобы подождать зеленого сигнала светофора, и на меня посмотрели как на, наверное, слегка заторможенного человека. Я думаю, ну что такое? Пошел гуглить. Оказывается, неписанным правилом хорошего тона является то, что если красный свет, но без особого сильного риска для жизни ты можешь перебежать перед машиной, то это нужно делать, потому что все очень торопятся. Все хотят очень быстрее куда-то попасть. Вот это, наверное, самое такое первое отличие людей в Америке номер один, ну не знаю, может быть, их нельзя нумеровать, но в Америке Нью-Йоркской и в Америке одноэтажной, я бы их так назвал. Второе отличие это, наверное, в полайтнесе. То есть в Нью-Йорке понятно, что чем сильнее ты наступил человеку на ногу, тем сильнее он будет перед тобой извиняться. А в Юте, ну я не говорю о тех, кто были в офисе кастомера, а скорее те люди, с которыми надо было сталкиваться во какой-то обыденной, повседневной жизни, они, я бы сказал, попроще, без особых сантиментов. Простой пример. Мы в Уолмарте покупали алкоголь, и у нас попросили ID. Увидев русский паспорт, кассиша сказала, ага, так вы, наверное, эти русские, которые помогли избраться Трампу. Спасибо вам, блин, большое. Ну, честно говоря, мы не знали, как на это реагировать, но, в общем, да. Ну да, да. Манитокс, что мы отдали деньги, алкоголь мы получили. Но, тем не менее, да, этот осадочек остался, да. То есть, вот в этом, я сказал бы, такое интересное еще одно отличие людей, да, в Юте и в Нью-Йорке. Что еще, можно сказать? Нью-Йорк, что запомнилось? Метро. Но это какой-то ужас и лабиринт, потому что за пять недель я все равно продолжил ходить по указателям, как не знаю кто, и все равно этого не хватало, потому что один раз удалось совершить подвиг и совершенно нечаянно уехать в Гарлем. Шел поезд, он оказался экспрессом, он проехал три остановки центрального парка, который мне был нужен, и я оказался в ситуации, что, ребята, конечное, выходите здесь в Гарлем. Но я помнил, я помнил выступление какого-то американского комика, и он говорил, что если вы подозреваете, что сейчас к вам будут докапываться какие-то криминальные элементы, непременно сразу же включайте русский акцент. Они безумно боятся. Я думаю, круто, уж что-что, а русский акцент у меня есть. Но в итоге я вышел на поверхность, озираясь, что вообще, что, как-то будет происходить. Скажу вам, что Гарлем оказался самым чистым районом Нью-Йорка. И, вероятно, он, наверное, может быть самым безопасным. Я не знаю, почему это и как это, но тем не менее, вот оно так. Ну, собственно, для чего я затеял все это сравнение и все вот эти параллели? Мне кажется, эти две Америки совершенно разные. И, может быть, если кто-то планирует релокацию или кто-то хочет как турист съездить, выбирайте свою Америку, куда вы хотите попасть. Они очень не похожи. Спасибо большое за внимание. Если какие-то вопросы еще есть,